2020 год памяти и славы. Именно поэтому празднование 75-летия Великой Победы в Люберцах начали с самого начала года. Это праздник, наша гордость, что мы и мы смогли преодолеть такого страшного бандита, нациста, Гитлера, Адольфа Гитлера. Победа – это на весь мир однозначно. Так юбилейный год добавил в копилку более 2000 участников войны очередную почетную медаль. Все, кто ковал победу к 9 мая, получили материальную помощь. Поздравления с главным праздником страны. Участники боевых действий принимали и прямо у себя дома. Я рада вас видеть. Это вам. Вот так вот получается, что мы в эти времена вот так как-то поздравляем его в масках. Почетные гости поздравляли Люберецких героев-юбиляров. Лично. Мы сейчас были в маньяках и разговаривали с врачами. Я рассказывал про вас. 21 февраля он нам всем еще и песню спел. Без внимания в юбилейный год победы не остался ни один участник войны. И даже пандемия не помешала устроить настоящее торжество для героев. Праздник пришел в каждый ветеранский двор. Делаем мы это от чистого сердца, выражая благодарность нашим ветеранам за эту победу. Когда мы приезжаем во дворы, то из окошек, домов кто-то и выходит. Мы поздравляем этих людей тоже с этим праздником. Акция «Песни под окнами» напомнила героям те самые сороковые. Но только не горечь войны, а радость от великой победы. Ой, ты песня, песенка и гречья. Благодарность за подвиг героев выражали и в дистанционном режиме. К акции «Звонок ветерану» присоединился глава-люберец Владимир Ружицкий. Пусть ярость благородная скипает, как волна. Для нее, как и для любого другого ветерана, 9 мая – самый главный праздник и считается вторым днем рождения. В этом году особая юбилейная дата. Но из-за эпидемии вируса поздравления Мария Ивановна принимала в непривычном формате. Мария Ивановна, добрый вам день. Здравствуйте, Владимир Петрович. Я очень рада, что вы решили меня постараться, поскольку мы с вами работаем вместе более двух десятков лет. Я искренне вам желаю бодрости, я искренне вам желаю, чтобы вот эти вирусы, которые сегодня присутствуют, об это вас не коснулось. И хотел бы вас просто спросить, а чем мы можем быть вам полезны? Чем мы можем какие-то вопросы, возможно, там для вас решать? У нас все-таки есть и волонтеры, и молодые ребята, которые готовы в любое время суток, дня и ночи оказывать помощь. Мы их называем и партийные волонтеры. У вас замечательная семья, я об этом знаю, но есть не у всех так, к сожалению, у всех немножко по-другому. Поэтому, если нужна кому-либо помощь из ветеранских организаций, мы тоже окажем помощь. Тяжелые испытания и утраченное детство – таковы воспоминания Марии Бодровой. Но больше всего она предпочитает говорить о счастливых моментах своей жизни. Один из которых, безусловно, 9 мая 1945 года. Все обнимаются, целуются, кричат «Ура!», бросают шапки, кепки, кто платочек, говорят друг друга поздравляем. Мы победили! Именно с таким настроением Мария Бодрова идет по жизненному пути. В конце разговора с Владимиром Ружицким от нее прозвучала такая фраза. Дай Бог, чтобы у нас войны никогда не было, а будет победим. Поздравления с доставкой на дом получили и многие люберчане. В День Победы во дворах для жителей организовали концерты. Ровно в 19.00 вся страна затихла, вспоминая павших героев. Минутой молчания почтили память советских солдат. На улице Кирова артисты устроили концерт во дворе. От главной песни Дня Победы самоцветы засияли всеми красками праздника. В одночасье жители микрорайона выглянули из окон и вышли на балконы, чтобы разделить с соседями. А ну на всех, победу! Это ли не праздник? Мелодии военных лет никого не оставили равнодушными. Мы очень рады, что такой прекрасный праздник, 75 лет, очень замечательно. Мы тут же вот вышли поддержать наших прабабушки, прадедушек, вот всех. Так что мы очень счастливы, да. Всех-вех поздравляем. Введенные ограничения не позволили пройти люберчанам в строю бессмертного полка. Однако новый формат дал возможность вспомнить свидетелей войны. Участники акции «Окна Победы» украсили оконные стекла символами праздника и портретами своих дедов и прадедов. Хочется отдать дань памяти нашим дедам, прадедам, прапрадедам. И хочу сказать всем, помните, чтите тех людей, которые отдали жизнь за то, чтобы мы с вами жили. Это мой прапрадедушка Зотов Матвей Сергеевич. Он ушел на фронт в 39 лет, оставив большую семью. У него было шесть детей. Одна из которых моя прабабушка, ее зовут Анастасия. Во время войны он считался пропавшим без вести. Но совершенно недавно, когда стартовала акция «Бессмертный полк», мы нашли его и собираемся поехать на братскую могилу, где он похоронен. А на улице Южная праздничное настроение жителям задавал депутат Александр Мурашкин. После того, как вся страна замерла в минуте молчания, люберчане вышли на балконы и хором исполнили «День Победы». Дорогие ветераны и россияне, поздравляем вам с праздником «Днем Победы». Желаем здоровья, долгих лет жизни и чтобы все у нас было хорошо. Поздравляем! Поздравляем! Праздник со слезами на глазах. 9 мая – единственная дата, которая вызывает столь противоречивые чувства. Радость за победу и одновременно горечь ее цены. На этом патриотические акции не завершились. Люберцы присоединились к всероссийскому флэш-мобу «Фонарики Победы». Ровно в 22.00 жители городского округа озарили свои окна огнями памяти. Тысячи зажженных свечей и фонариков в знак уважения к героическому подвигу предков. Режим самоизоляции не позволил отметить праздник по всем привычным канонам. Но и не стал помехой порадоваться за «Великий день Победы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова